Платоновский фестиваль искусств Бронислава Яковлевича Табачникова Добрый день, здравствуйте Рада видеть вас в нашей студии Взаимно Мы с вами уже обсуждали театральную программу фестиваля И хотелось бы также достаточно обширную, большую программу Это музыкальную обсудить с вами Тем более, что многие концерты вы провели сами И хотелось бы услышать ваши комментарии, ваши впечатления о том, что вы услышали Я могу сказать, что музыкальная программа фестиваля была не просто замечательной Она была великолепной По именам, по качеству исполнения, по репертуару Это был высший мировой уровень И никогда еще такого разнообразия и такого богатства имен на фестивале у нас не было Ну, вы помните, мы с вами обсуждали, что фестиваль начала Хибла Герзмава Она заменила неожиданно заболевшую Барбару Фритолли Приехала, и у нее был совершенно другой репертуар И для меня было важным не только то, что она великолепно исполнила этот репертуар Верди, Пучини Но для меня было важным, что наш симфонический академический оркестр полностью соответствовал ей И что он не только не уронил, скажем, высокую планку фестиваля Но наоборот, замечательно ее поддержал Хотя для них это тоже было неожиданно Ведь все-таки буквально несколько дней осталось им для подготовки к новой Да, одна или полторы репетиции было И маэстро Вербицкий сделал все, чтобы этот концерт прошел замечательно Он же столь тщательно провел подготовку к концерту Миши Майского Что виолончельный концерт Дворжака, который Майский исполнял, звучал великолепно Публика устроила немыслимую овацию Миши Майскому И потом, когда он исполнял вот эту еврейскую молитву колнидрой Молитву судного дня Это уровень звучания виолончели Я не побоюсь этого слова Планетарный Вслед за ним Восьмого числа приехал столь же именитый и столь же талантливый пианист Борис Вадимович Березовский Борис Березовский играл великолепно А репертуар какой, вы посмотрите Он играл в сказке Мэттнера И концерт для левой руки Мариса Равеля История этого концерта мистична Потому что он, Равель, написал его для пианиста Пауля Витгенштейна Потерявшего руку на фронтах Первой мировой войны Но когда вы закрываете глаза и слушаете этот концерт То у вас полное ощущение, что артист играет двумя руками Замечательно был сыгран концерт Березовским, Равеля и Григо К сожалению, мы не смогли услышать эти концерты Замечательно, не смогли передать эти Тоже такие эмоции уже благодаря тем звукам Которые мы могли бы услышать на этих концертах Нашим зрителям Потому что, ну вот, некоторые рамки Которые стоят вот в Платонском фестивале Вот это вот, те границы, которые мы не смогли преодолеть К сожалению, вот форма доступности была очень такая То есть есть проблема отношений средств массовой информации и фестиваль Да, у нас такие были небольшие такие рамки, конечно Поэтому не на всех концертах мы были Но, к счастью, мы побывали на концерте Юлиана Рахлина И, к счастью, мы услышали Копельман-квартет Да, Копельман-квартет прекрасный Копельман приезжал, когда он еще работал в квартете Бородина Это было в 94-м или 95-м году В 94-м Они праздновали тогда 50-летие квартета И он был первой скрипкой И он сейчас приехал И это, конечно, было очень здорово И репертуар, который они продемонстрировали Это Роза Мунзе, квартет Шуберта Несколько пьес Шостаковича они сыграли И два квартета польских композиторов Кароля Шимановского и Кшиштофа Пендерецкого Кшиштофа Пендерецкого квартет совершенно изумительный Это, знаете, листки ненаписанного дневника Это воспоминания Пендерецкого о годах войны О годах детства, которые он провел в Кракове В период оккупации Ему в этом году 80 лет будет Пендерецкому Он по-прежнему живет в Кракове Но является, конечно, фигурой мирового масштаба И после Шостаковича, пожалуй, он сегодня Один из самых крупных композиторов мира Ну, о Юлиане Рахлине вы уже говорили Юлиан Рахлин, что меня, например, подкупает Скрипач, альтист, дирижер И продемонстрировал он свое умение дирижировать Когда дирижировал вот увертюрой к Руслану И это было так здорово, зал взорвался Хотя, казалось бы, ну сколько раз Каждый из нас слышал эту увертюру Но он так свежо ее интерпретировал Так темпераментно взаимодействовал, вернее, с оркестром Это было что-то великолепное И, конечно, надо ему отдать должное Он играл второй скрипичный концерт Труднейшее произведение И если первый концерт исполняется часто То второй концерт исполняется крайне редко И нету вот этой традиции исполнения концерта И он, по сути дела, ее закладывал И сыграл он его очень здорово Спасибо, что к нам пришли Спасибо, что осветили Как открытия, так и завершающие этапы фестиваля Ну, я готов к вам приходить всегда Когда вы меня позовете Спасибо вам, Светлана Спасибо Спасибо